Если вам отказали в НЖ в Турции, есть ли способы остаться здесь и не понести сурового наказания? Сегодня мы расскажем тебе об этом. Ты на канале Turkish Space. Меня зовут Владимир. Я Олеся. Погнали! Итак, если вы трудились с поиском квартиры, собирали документы, тратили свои нервные клетки во время ожидания заветного вам отобремя, но получили отказ в НЖ, и уезжать вам не хочется или по каким-то своим причинам сделать этого вы не можете, то же можно в этом случае сделать. Первое. В случае, если визовые дни остались, записаться на курсы турецкого, например. Только не первому попавшемуся репетитору в интернете, а специализированную турецкую школу с лицензией на образовательную деятельность в Турции. Мы знаем, например, про школу Тумер. Вам тогда дадут бумагу о вашем зачислении в школу и с этим уже пробовать поддаваться на учебные ВНЖ. Ну, по крайней мере, вы продлите свое легальное пребывание на территории Турции. В случае отказа вам в ВНЖ много денег вы не потеряете, так как школа при добровольном отчислении удержит средства за один месяц обучения. Это немного, что-то около двух тысяч за человек. Ну и второй вариант, он подойдет, скорее всего, немногим, но мы его все равно озвучим. Смысл его состоит в том, что если вы состоите в романтических отношениях с гражданином или с гражданкой Турции, то можно заключить брак. Тогда вам дадут ВНЖ, но предварительно придется пройти медицинское обследование, в том числе и у психиатра. Ну, чтобы подтвердить, что в брак вы вступаете добровольно и предоставить справку об этом. Да. Еще вам необходимо предоставить справку, что сейчас из вас никто в браке не состоит. Ну, и женщине еще необходимо пройти гинеколога, чтобы подтвердить отсутствие беременности. Запарные, конечно, согласны, но все же, как вариант, важно рассмотреть. Третье. Если у вас есть деньги, например, от продажи своей недвижимости на родине, купить здесь квартиру под 75 тысяч долларов и подавать ее за документы, как собственник недвижимости, а так он. Да, он не таки неплохой вариант. Через три года в любом случае вы сможете ее продать дороже, чем купили. И четвертый способ, он для тех, кто вот никак не может выехать сейчас по каким-либо причинам. Оставаться нелегально, без каких-либо турецких документов, а только за гранд-паспортом. Что вам за это будет? А я расскажу. Расскажите. Если вас поймает полиция, то выпишут штраф в 400 лир. И очень маловероятно, что возьмут вас за шкирку и потащат в полицейский участок, чтобы потом депортировать. Полиция здесь является карательным органом. И, как правило, они проявляют понимание реально. Поэтому просто отделаться штрафом велика вероятность. Ну и при выезде из страны вы заплатите штраф и получите временный запрет на въезд на тот период, который пребывали нелегально. И мы, если честно, никогда не слышали и не видели, чтобы полиция останавливала прохожих для проверки документов. Водители на машине, да, регулярно промозят для проверки. А вот пешеходов нет. Нет дела никакого для пешеходов. Нужно иметь серьезное основание, чтобы пешехода остановить и проверить, у него документы. Я не представляю, как должен выглядеть этот пешеход, чтобы его остановили. Согласна. Нелегалом быть совсем неприятно. И мы не поддерживаем такие начинания. Но мы должны озвучить такой вариант, потому что ситуации у каждого могут быть абсолютно разные и нескандартные. Я не думаю, что есть те люди, которые серьезно сюда приезжают, чтобы быть нелегалом. Это скорее крайняя ситуация, чем обычная практика. Мы никого не призываем быть нелегалом и осуждаем. Ну, а вообще по закону, если вам отказали в одном виде ВНЖ, то вы можете податься на другой случай, если остались безвизовые дни. А в ином случае выехать в течение 10 дней после того, как вы получили отказ. Старайтесь не нарушать законы. Ну, не стоит сильно расстраиваться в случае отказа ВНЖ в Турции. На этой стране все же свет клином не сошелся. Погоглите и поищите другую безвизовую страну, где можно получить... Еще пока что можно получить ВНЖ или где проще сеть. Если есть такой запрос, мы можем собрать для вас такую информацию и рассказать в одном из наших видео. Дайте знать об этом в комментариях. Также подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые видео. Вам не сложно, нам приятно. Нажимайте колокольчики, ставьте пальцы вверх. Обратную связь с нами можно держать в комментариях или через вот эту вот почту. При желании вы всегда можете воспользоваться функцией Суперспасибо. Нам это будет вообще очень приятно. Поддержите наш канал. Вопросы по поводу аренды можете обращаться на наш сайт, который указан под видео. Обняли, подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. До свидания.